Как подготовить швейную машину к продаже? У многих швейные машины остались в наследство или просто долгое время простояли в чуланчике или гараже. Не часто привозят такие швейные машины с просьбой подготовить к продаже. Что значит подготовить? Машина должна выглядеть более презентабельной, должна быть чистой и конечно же она должна работать. Чтобы машина легко крутилась, наматывала шпульку, не обрывала, не пропускала и шила все операции. Сейчас я покажу пример таких машин. Так, ну и так же я откручу шкив. И так же промою шкив. Ну вот, смотрите, какой шкив. Так, теперь здесь можно побрызгать вовнутрь. И это уже протереть внутреннюю шашечку. Так, вот здесь вот эта насадка наша немного люфтит. Значит, вот здесь вот нужно попробовать взять и пристукнуть нашу шпильку. Я возьму наставочку и молоток. Так вот, забью нашу шпильку. Ну вот, уже люфта нету. Так, ну и теперь возьму масло индустриальное. Прокапаю. Вот сюда. И так же прокапаю шкив. Три капельки достаточно. Теперь ставим шкив. Значит, вот здесь вот смотрю, у меня ролик резиновый стерся. Значит, ролик нужно будет поменять. Вставляю. Теперь ставим шайбу выпуклой частью на себя. И теперь ставим фрикционный винт. Вот смотрите, я затянул, и у меня винт оказался вот здесь вот. А фиксатор на шайбе стоит вот здесь вот. И вот у меня только какой разбег зашел винт. Если я закручу этот винт и начну откручивать шкив, то он у меня станет вот так вот. И дальше не пойдет. А мне нужно больше отпустить. Значит, так не получается. Нужно открутить фрикционный винт. Мы неправильно поставили шайбу. Значит, шайбу нужно перевернуть на 180 градусов. Чтобы запас откручивания был побольше. И тогда шкив будет свободно крутиться. Вот я теперь закручиваю до конца. А на шайбе вот этот вот выступ, вот этот вот выступ, винт не доходит до вот этого выступа. Вот так вот. И тогда больше получается откручивание. Если этот винт перейдет вот сюда, за наш вот этот фиксатор, то тогда тут чуть-чуть останется открутить, и винт просто упрется в эту сторону. Значит, такого быть не должно. Значит, делаем вот так вот. Затягиваем. Закручиваем винт. И теперь, смотрите, я откручиваю. Видите? Закручиваем. Все. Вся машина вращается. Протираем вот эти следы. Так, здесь пока все. Дотираем вот эту часть. Остальное, где у нас грязное. Так, теперь открою верхнюю крышку. Так, сразу обратив внимание на ролик. Ролик вот сточенный, одна часть. Так, значит, ролик попробуем поменять. Новый ролик. Ну, вот здесь вот сверху идет вот такая вот необработанная часть. Значит, ее нужно срезать. Острый ножичек. И вот так вот, вот эту часть. Так как она прерывается здесь. Так вот срезать. Ножичек должен быть острый. Ну и ни в коем случае не зарежьте резинку. Так, вот это нужно все убрать. Ну, вот что получилось. Видите? Теперь беру, ставлю наш ролик. Все. И нужно, ну, нужно внутри здесь протереть. Слегка. Так, и нужно смазать моталку. Значит, вот здесь вот есть отверстие для смазки. И туда капельку. Так, чтобы масло не попало на ролик. И вот сюда вот капелька, капелька. Сюда, сюда. Так, теперь вот так вот пощелкали. И покрутили нашу моталку. Так, ну и смотрим, что у нас получилось. Пружинку вот так вот чуть-чуть отжал. И с этой стороны покрутил валик. Ну, вот, крутится свободно. Вот, крутнул. Он по инерции даже крутится. Так, здесь все отлично. Далее смотрим. Смотрите, видите, рычаг болтается. Вот он вытаскивается. Это рычаг закрепки. Значит, переворачиваем машину. И смотрим. Здесь вот снизу винт есть, крепление. Винт отпускаю немножко. И у меня глубже садится. И я теперь беру и затягиваю винтом. Так, все. Он у меня не вращается. Но нужно затянуть посильнее. Значит, беру вот так вот, придерживаю. Возьму помощнее отвертку. Помощнее отвертку. Вот так вот придерживаю. И хорошо затягиваю. Вот так вот. Ну, теперь уже точно не выскочит. Так, смотрим. Вот, вот. Не болтается. Все отлично. Так, ну что. Теперь нужно сверху здесь чисто. Так, здесь тоже чисто. Если грязно, значит, нужно пройти с щеточкой, почистить. Так, вот нашел для нашей детали вот здесь вот. Вот так вот вставляются для катушки. Так, ну здесь нету пружинки. Здесь должна стоять шайба и пружинка, которая удерживает. Это посмотрим. может, что-то придумаем. Вот вижу пружинку эту. Вот, нашел пружинку. Ага, здесь вижу и шайбу, но она обломана. так, ладно, это потом посмотрим. Так, ну и все. Здесь мы прочистим вот так вот, чтобы не было грязи. и теперь я возьму здесь пробрызгаю очистителем. Так, и прокручиваю шкив. И вот, ну вот, вот уже помягче пошла так все это можно вот так вот сухой тряпочкой пройтись протереть это все вот уже получше так теперь нужно так снимем иголку не откручивается так вот так снимаем иголку снимаем игольную пластину здесь под игольной пластиной между зубьями может остаться грязь спрессованная так но здесь есть много совсем практически нет здесь ничего значит прочистим здесь так и также нам нужно разобрать челночное устройство снимаю вот видите здесь пластина вот поломана поломана пластина так это тоже замена нужно будет люфт здесь есть